У Лизы и Ульяны ответственное задание. Им нужно провести для юных гостей библиотеки интересный, а главное вкусный мастер-класс. Выбирая тему для экзотического маршрута, девочки решили остановиться на шоколаде и не прогадали. Маленькие литераторы с интересом слушали, как изготовить любимое лакомство в домашних условиях, в какие формечки его лучше заливать и какие ингредиенты в шоколад добавлять не стоит. Нельзя добавлять мармелад, потому что мы заливаем шоколад и если мы туда сразу бросим мармелад, то мармелад начнет таять. И, например, если мармелад был в виде какого-то медведя, то это просто получится клякса. И в холодильник тоже нельзя, потому что мармелад застынет, он будет очень твердый. Но как есть шоколад без чая? Никак считают гости маршрута, поэтому именно этот напиток стал вторым, с чем малышам предстояло познакомиться. Ребятам рассказали, где и как собирают чай, как его правильно заваривать, какие травы можно в него добавлять и с каким вареньем употреблять. С малиной. Чай с лимоном не из Англии, а чай с лимоном только у нас так пьют. Лимон может спасти человека, если он болеет. Также у ребят появилась уникальная возможность попробовать себя в роли шеф-повара, который не боится экспериментировать с различными продуктами, а также узнать легенду о какао, овощах и фруктах. Главное, что мы хотим ребятам рассказать, что осень – это не время расстраиваться, путаться под тёплый плед. Осень – это время красок. И эти краски есть во фруктах, в овощах. Сегодня мы с ребятами попытаемся совершить путешествие по разным странам, экзотическим, открыть для себя историю тех продуктов, которые у нас каждый день есть на столе. Такие встречи в библиотеке имени Пушкина проходят регулярно в дни школьных каникул. Следующее мероприятие состоится уже в эту пятницу 9 ноября в 14.00 в Большом зале.